Подобная встреча министров культуры страна Сиан с российским министром проводится впервые в истории, несмотря на то, что нынешний форум посвящен 20-летию отношений нашей страны с государствами Юго-Восточной Азии. О залоге успеха в сотрудничестве Владимир Мединский говорил с коллегами на примере матрешки. Он отметил, что взаимопонимание можно достичь, узнав друг друга чуть глубже. Нужно ближе знакомиться, изучать и обмениваться своими культурами. В итоге каждый министр символичную для форума русскую куклу получил в подарок. Подобные ценности есть в культуре каждой страны Сиан. И для сохранения подобных ценностей, да и в целом всего культурного наследия, а значит и цивилизации, подчеркивают собравшиеся, необходимо работать сообща. Многое здесь зависит, в том числе и от России, уверены министры. Чтобы лучше понимать друг друга, в странах ассоциаций государств Юго-Восточной Азии решили запустить программу по изучению русского языка. Подобный проект. Уверен, Мединский, ко всему прочему, будет способствовать и развитию въездного туризма. Вообще мы считаем, что человек, который хорошо знает наш язык, знает нашу культуру, он априори наш союзник. Пусть все флаги будут в гости к нам. Это нам нечего стесняться, нам не от кого прятаться. Нам есть что показать, нам есть чем гордиться. Вот одна из министров, приезжавшая здесь, дама говорит, а я была последний раз в России, причем в Сочи, 30 лет назад. Говорит, это просто другая планета. Как вам это удалось? Над тем, чтобы жители азиатских стран полюбили путешествия по России так же, как россияне любят отдых в азиатских странах, нужно работать. Речь идет о визовых послаблениях. Согласен с постановкой такого вопроса и МИД России. Благодаря въездному туризму из стран Асиан решится сразу три задачи, отмечает российский министр, культурная, экономическая и политическая. Мысль о том, что наряду с культурой укреплять отношения, необходимые с помощью сферы туризма, поддерживает и министр культуры Лаоса. Организовывать туры можно и непосредственно. В Сочи, отмечает координатор совещания. Как признались гости, городом они просто очарованы. Кстати, сам Басингхама Вангдара высшее образование получал в России в Московском институте языковедения Академии наук СССР. Эта встреча для нас чрезвычайно важна. А в прошлом году мы подписали с Россией меморандум о партнерстве в культуре и с туристическими организациями. Мы сделаем все, что мы можем, чтобы сотрудничество в области культуры между Россией и страны ОСЕАН будут развиваться так эффективно и в будущем. Сегодня же так называемая «Азиатская десятка» подписала первый большой итоговый документ, в рамках которого предполагается реализация целого ряда межправительственных программ. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.